Наши условия победы довольно-таки очевидны, и они заключаются в том, чтобы утонуть лозанью. Если нам это удастся, то мы победим. Если первые пару игр, его задумки будут реализованы им в плюс, то скорее всего они победят. Если первые две игры пройдут в нашу пользу, то счет конечный будет 3-0. Если первые две игры пройдут 1-1, то счет будет 3-1. Если же первые две игры пройдут 0-2, то я не могу сказать, что какой результат будет тогда. Я думаю, что может быть все что угодно. То есть может быть и стомп в нашу сторону, и стомп в их сторону, и равные игры. Потому что мы с ними не играли, мы не знаем их силу игры, мы не знаем, какое у них состояние сейчас. Мы знаем только то, что они игроки хорошего уровня. И мне кажется, что все очень сильно будет зависеть от сильных сторон нашей команды и слабых сторон команд Нави, ну и наоборот. Я считаю, что первая карта будет иметь огромнейшее значение. То есть кто выиграет эту карту, она может быть как и очень затяжная, так может и быстрый. И скорее всего, кто выиграет первую карту, тот и выиграет. Потому что другая команда начнет сыпаться. Первая карта имеет большое значение или нет? Или нет. Мы узнаем, потому что это непредсказуемая серия. Первая игра была обалденной, на самом деле. И она полностью подтвердила мой уровень ожидания от этой серии. Я надеюсь на пять карт. Я надеюсь на то, что нас ждет просто ведра пота, которые будут выносить из студии, чтобы не затопило и так далее. Пару бутылок воды, которые стоят возле лазани, когда он выпивает три литра за один гранд-финал. Да, бывает такое. Очень интересные мысли от игроков подоспели. Друзья, напоминаем вам, что в серии матчей существует динамический выбор стороны. Соответственно, каждая команда выбирает, да, Нави выбирает на первую, третью, пятую карту, соответственно, себе сторону. А Дельфины выбирают на вторую, четвертую. В этих обновлениях уже левая сторона имеет значение намного меньше, чем было пару патчей назад, когда было слишком много сильных пиков. Варус, Лебранг, Камила. Вот у тебя четыре пика, которые ты все не можешь выпускать. Но это вторая карта. Стороны не поменялись. Дельфины выбрали синюю сторону. С чем это связано? Неизвестно. Этс команды Лазани, она не руководствует. Пока, друзья, свежая новость из бэкстейджа. По версии Тауриена, эта игра слишком сложна. И пиксели между флэшом, они очень неочевидны. Именно поэтому он флэшится в фулл-хпшных людей и дает кушку свою. Только поэтому, из-за пикселей. Ну, конечно же, а Лазани, который подходит и говорит, я же могу с вами разговаривать в перерыве. Мы, по идее, не можем с тобой разговаривать в перерыве. Ты-то можешь, если хочешь. Ты, наверное, там можешь драфт надо обсудить или еще. Да нет, лучше там это, как это, рафлы какие-нибудь пообсуждать в перерыве. И подойти в хорошем настроении ко второй игре. Мне кажется, у Лазани никогда не бывает плохого настроения, даже когда он проигрывает. Зависит от того, как проигрывает, кому проигрывает, с каким счетом проигрывает. И если это, допустим, серия 2-3, то, чтобы исправить настроение, Лазани нужно несколько недель. Знаешь, если в твоей команде нету Ликрита, это сразу делает твое настроение в пару раз лучше. Да. Потому что в гранд-финале, когда команда Лазани была вместе с Ликритом, мне кажется, Лазани был не особо доволен своим проигрышем. Потому что звуки потирания рук и вздохов не очень сочетаются с дельфиньим смехом. Именно так. Не работает вместе. Это создает диссонанс. Если Na'Vi выигрывает вторую карту, эта серия становится намного сложнее для дельфинов. Но по первой игре обе команды с проблемами. Обе команды не играют идеально. С такой ранней стадией игры у Na'Vi, если они не получат эко на мид, то все может быть совершенно иначе. Тут скорее команды столкнулись с тем, что у одной команды есть ярко выраженный лесник, который пытается что-то делать, другого все не получается. Из-за этого сыпется немного ранняя стадия игры, в которой он как раз-таки должен делать экшен. И поэтому команда пытается работать без него. То есть Na'Vi, Ник попытался что-то сделать сам у него. Это получилось. Нижняя линия пыталась все время выигрывать трейды, пыталась вести по миньонам. И у них это тоже получилось. Наверху звенья просто высоял, он не умирал. Он делал все, что мог. И в принципе Na'Vi сделали то, что должны были. Они затянули игру. И после этого уже они смогли как-то камбэкнуться в игру. А вот команде Dolphins определенно нужно что-то менять, потому что такие затяжные игры, в которых они просто не готовы играть против команд уровня LCL, где на 40-й минуте им нужно что-то правильно делать, а не создавать хаос на карте. На 40-й минуте, понимаешь, там просто стоит отдать должное Дельфинам, они играли минут 15 с отставанием в 10 тысяч и при этом не играли вторым номером. Они играли точно так же открыто и агрессивно. Это не было правильно, но и со стороны Na'Vi было неправильно столько инициативу противнику отдавать. Потому что если бы Дельфины воспользовались этой инициативой получше и коллективно, и правильнее, то это могло бы сработать. Поэтому это, безусловно, тоже важно. Как сказал в перерыве нам тренер Virtus.pro, надо, чтобы просто лейнеры команды Лазани проснулись. Это совет неплохой, потому что они действительно ничего не делали в первой игре. То есть и BloodFenix, и PeterPoker, даже когда они оставались на линии против миньонов, даже в этой ситуации они не особо давили линию. Наверное, единственный, кто пытался как-то следовать за Лазани, это был как раз-таки Таурен со скачка просто до конца гейминга. Ну, Таурен просто, смотри, какая логика. С Лазанией Таурен играет дольше всех. Он играет с Лазанией со второго сезона Starluder. С небольшими перерывами, но, тем не менее, играет. Соответственно, Лазани его не кикнул. Соответственно, кого не кикает Лазани? Того, кто фоллует его колы. Плохо, неудачно, с флэша на фулл хп, но фоллует. Тем временем у нас Калисто и Владимир со стороны Дельфинов, а со стороны Нави Лулу и Казикс. Ничего не изменилось? Меня немного удивляет, правда, бан Лулу против Бонжура, но, видимо... Просто Лулу очень сильный сейчас саппорт, и даже если Бонжур не так часто на ней играл в Лиге Претендентов, тем не менее, он, скорее всего, может ее выкатить, и это будет очень сильная линия, которую, скорее всего, Нави могут и проиграть. А вот сейчас Долфин все-таки заблокировали Эко, и это правильный ход с их стороны. А что было в прошлой игре вместо Эко? Заблокировано Шен, по-моему? Вроде бы, да. Ну, а теперь и Нави. Есть блокировка своя. Грейвс. Грейвс против Лазани. Но сейчас Долфинс должны забирать Гракаса для Лазани. Это, наверное... Это вообще флекс хороший, во-первых. Это хороший флекс, но, опять же, у Лазани не очень большой чемпион пол. Мы знаем, что Лазани очень хорошо играет на своих комфортных персонажах, а комфорт — это у него Казикс, Грейвс и Грагас, и, возможно, после этого только Элис. Ну, опять-таки, что такое комфорт Лазани, что такое комфорт команды, и что важнее Лазани, мне кажется... Мне кажется, для него его собственный комфорт намного важнее, чем комфорт его команды. Грагас пошел. Для Нави есть возможность... А, стоп, подожди. У нас были в блокировках Рамбл третьим со стороны Дельфина, а со стороны Нави был Шен. Соответственно, у нас остается и Рамбл, и Шен. Звени троллят своего бывшего капитана. Звени к Лазани хорошего отношения особо не сохранил. В команде они... Ну, не то что хорошие, а скорее неудачный был у них опыт игры совместный. Это Шен для Звени. Это, кстати, правильный выбор, хотя они могли на самом деле... Они могли забрать его Рамбу, и тогда бы они заставили, наверное, отправить Бачина на верхнюю линию, потому что особо... Фиору можно было бы. Фиора, ну... Блад Феникс один разок, если не ошибаюсь, играл на Фиоре, и... Камилу, Фиора, там есть что на самом деле. Просто здесь насколько самому Блад Фениксу комфортно. Ну, а Лазани, конечно же, показывает Звени тролля. Кстати, тролля очень часто брали в Лиге претендентов, как ни странно, на позицию поддержки, и, мне кажется, это не самый лучший все-таки выбор сейчас. А вот и Фиора, пожалуйста. А вот и Фиора для Блад Феникса, и это будет Фиора на топ-лэйне и Грагас в лесу. И, наверное, сейчас... Кстати, вот у Питера Покера сейчас не очень хорошая ситуация, потому что Владимира они сами заблокировали, соответственно, против Синдры особо брать нечего. Ой, да ладно, ну там Ариана есть, Райс есть. Ну, как бы, знаешь, если одного пика противнику в виде Синдры, которая стандарт и которая часто выходит из блокировки, и одного бана Владимира достаточно, чтобы тебе стало дискомфортно, что это говорит о тебе как об игроке. Вот вопрос, понимаешь? Просто до этого он не особо выкатывал Ариану, и все его матчи последние проходили как раз с Синдра, Владимир и там Виктор с Азиром. Вообще Питер Покер исторически сильный игрок на Зеде. И Зед сейчас неплох на самом деле. Он неплох, но ой-ой-ой, снова Лисин для Кумбека. Мне кажется, как-то наступать на те же самые грабли будет опасно для Na'Vi. Чем наступать? Ногой. Но Na'Vi любят это делать, поэтому... Нога продолжает у нас быть во второй игре, и сейчас у нас вторая статья банов будет для обеих команд. Наверное, будут пытаться снова блокировать саппорта для Банжура. Вы можете подумать, но ведь у Таурена можно заблокировать ему Джина, но, возможно, Джина Таурену блокировать и не стоит. Пусть себе играет на нем комфортно. А вот Банжуру блокируют Карму. Зайру можно тоже в бан отправить. Я все жду, когда же нас ждет Люциан со стороны Дельфинов. И вот пошли блокировки в Миракла теперь. Ну а что еще можно против Миракла забанить? Каллиста забанена, Аша забанена. На самом деле много чего. Люциана можно забрать. Люциана нельзя забрать, потому что у Na'Vi первый пик справа. Если они захотят его забирать первым. Конечно, они его захотят, потому что саппорты... Шина все-таки решает блокировать, но странно. А против чего у нас Джина хорошо работает из стрелков? Может быть, у Na'Vi есть план какой-то? Что взять? Как вам? Ну... На самом деле, почему бы и нет? Лисин, Шен есть. То есть можно выпнуть, можно щит дать. Но Лулу просто блокировал. Можно Na'Vi взять, допустим. Na'Vi как? Возможно. Барт. То есть по боту сыграли по обеим ролям. Но выглядит как будто Люциан сейчас для Миракла. Ну, должен быть Люциан, потому что очень мало осталось именно АДшников, которых можно собирать через Боттерк и которые все еще в мете. Либо, в принципе, можно Варусу через Боттерк. Но корейцы играют так сейчас активно. На самом деле, есть Эзриэль, есть Люциан. Здесь вопрос. Что захотят? Видимо, Na'Vi хотят Эзриэля. Да, действительно. Ну, тут вообще, кстати, исторический матчап не хороший для Эзриэля. Вообще ни разу. То есть в Эзриэля брали Люциана как контрпик и на линии его гнобили достаточно сильно. И Браума. Ну, пожалуйста, Люциан, Браум против Синдры. Ну, против Эзриэля. Ну, надо брать Браума. Ну, почему никто не хочет играть этой связкой в таком обновлении хорошем для Люциана и Браума? Ну, сейчас команда Dolphins еще думает. И, возможно, это будет Браум. Возможно, это может быть еще Алистар. Потому что Бонжур очень много и часто играл на Алистаре. Это один из его сигнатурных пилов. Люциана, Алистар, Грагас — это сильная комбинация. Весьма. За счет того, что шар есть чем доставлять и цели есть чем выбрасывать к шару. Им все-таки решают брать Мальзахара для Бонжура. Но линия сильная. На шестом уровне можно играть. Смотря почему. Сейчас посмотрим, что нами сами возьмут себе. А что у них особо есть против? Ну да, в принципе, там кенч может быть. Хотя там кенч и эзриэль. Это не особо сильная линия. Вообще нами. Здесь, на самом деле, нами очень неплохо смотрится. Нами и эзриэль. Я, правда, не уверен, как она против Мальзахара работает. Это, конечно, вопрос. Вот так. Вот так. Мисс Фортуна для скэша. А тут смотри, в чем логика. Скэш все время тренируется на стрелках в ранговых играх. И что в итоге? Он пикает стрелка на позицию поддержки. Логика. Логики нет. Почему он играет на стрелках в сволоку? Ну, потому что считаю, что на чемпионах поддержки играть не полезно и неинтересно. Ага. Ну, тогда все ясно. У каждого свои системы тренировок в ранговых играх. У кого-то система подразумевает отсутствие тренировок в ранговых играх. В принципе, МФ неплохо работает против Мальзахара тем, что она хотя бы своей ешкой может сбить ему щит. И после этого не бояться, допустим, что... Ну, а это с одной стороны. А с другой стороны Мальзахар со скачка дает ульту и МФка умирает всегда. Это другая сторона, да. С третьей стороны... Есть Шен. Нет. Если выбрать стрелка... Смотри, если выбрать из всех чемпионов поддержки, на ком есть смысл собирать КСС, на шестислотовой МФке, КСС превращается в ртутный етаган, и такая МФка просто нереальный урон наносит. Сейчас бы саппорт МФка шесть предметов собрала. Да, да. Хотя, знаешь, это противостояние нами против Долфинса. Вообще там Фиора с одной стороны. То есть Дельфинам самим ускорять темп игры не особо будет выгодно. Посмотрим, что покажет Балафеникс, потому что, честно говоря, у него был большой хайп перед входом в сезон летней континентальной лиги в прошлом году. Он его не оправдал летом, и сейчас он его оправдывает еще меньше, честно говоря. Он, знаешь, он не играет плохо, но и не сказать, что он играет прям очень хорошо, чтобы... Он не играет плохо, но надо понимать, что его противниками на протяжении долгого времени были игроки Лиги Претендентов. То есть, если ты на фоне игроков Лиги Претендентов не выглядишь ничем примечательным, ничем выдающимся, а просто играешь нормально, Это значит, что в континентальной лиге половина игроков в большей части игр тебя будет просто гнобить. Вот это обычно то, что это значит. Потому что босс, перед тем, как заехать в континентальную лигу, он гнобил почти всех топеров в Лиге Претендентов и все равно испытывает проблемы в ЛСЛ. Итак, друзья, вторая игра, серия матчей на Тусвинсеры против Долфинс. Смогут ли Дельфины всплыть или... Надеюсь, с брюхом не уверен. И да, будет ли это брюхом в какую сторону, мы узнаем по ходу этого матча. У нас Питер Покер, кстати, взял изнурение против Синдры. В принципе, правильный выбор, потому что все-таки урона очень много у Синдры и не хотелось бы один на один умирать. Есть против чего действительно взять изнурение, но есть, можно было и другие взять варианты. Это не так принципиально. Кстати, очень интересно то, что и Амирокл, и Таурен начали с клинков Дорана, что очень странно. Показывает, мне кажется, направленность линии, они будут улынить очень быстро, возможно. То есть, там, накидал Мальзахар Крабов, понеслась. Ну, улынить из Реали очень как-то странно. На Люци они вполне... Ну, знаешь, это улын, на котором из Реали может потерять за... Если Люци, она стакается, пыл битвы, там, за 2 автоатаки Q, если ты это получаешь, ты теряешь 60% хп. Но тогда было бы лучше, например, с длинным мечом все-таки потом отпиться с подки и еще раз так же заулынить. Потому что ты все равно на этом улыне потеряешь определенное количество здоровья. Возможно. Ну, то есть, как бы, смотря что хотят... Плюс быстрее выход в Боттерх. Примечательного по заклинаниям призывателя... Ничего нет, кроме камнерожденного факта Мальзахара, действительно. Крабы пошли, и дельфины сразу кушат. Сразу вообще, они даже не пытаются бить противника, они бьют только по миньонам. Это правильно, потому что у них второй уровень намного сильнее, нежели у Нави, и сейчас посмотрим, что будут для него реализовать. Если сейчас дельфины потеряют еще больше здоровья, там уже второй уровень не будет иметь значения. То есть, если ты входишь в волн-ин на втором уровне с 30% здоровья, это не помогает никак. Пока что у нас стандартно начинают команды, хотя... Возможно, выход от Гумбека на втором уровне, потому что все-таки дельфины пушат сильно, и много здоровья они теряют. И тут даже можно просто попасть одной кушкой от Лисина и убить того же Таврина. Это правда сложно против Люцины. И на самом деле контрганг Грагоса тоже может быть опасным. Ну и у Нави все нормально, они будут просто фармить. Изреаль может добить всех миньонов. Из 12... Или, возможно, один из них это Краб, поэтому не факт, что это все. Пока что у нас нигде экшена особо не происходит. Гумбек будет пытаться забирать все свои кемпы и, возможно, попытается выйти на верхнюю линию, потому что там единственная линия, где действительно очень хороший матчап на данный момент времени, потому что Шен будет гнобить Фиору до двух предметов точно. Честно говоря, не уверен, как Лисину ганкать Фиору, потому что Шен дает таунт, Фиору его репостят и все. Шен может не давать таунт. Вообще, и пока что Фиору напрягает Шену очень сильно. Что очень странно. Там на самом деле есть свои, мне кажется, элементы случайности, если, например, Фиоре повезло на пару уязвимых мест. Как же сильно Ариана просила от Ника сейчас. Правда, да, они оба пьют по печеньке сейчас. Но для Ника это печенька... Питропокер просто больше миньонов добивает, старается больше по крипам играть, а Ник как раз по Арианне. Лисин в верхний лес зашел, Фиора страхует себя. А Лазаня продолжает лес чистить. Как же хорошо трейдится все-таки Нави на нижней линии. Очень неправильно разыгрывать сейчас Таурен вместе с Бонжором, потому что они должны дождаться какого-то момента. Сейчас Фиора все видит, Фиора все понимает. И... Поможет ли это сознание? Это скачок должен быть. Оп, увернулся сейчас от звуковой волны Лисина. И сохранил свой скачок Бладфеникс. Прекрасно сыграл на ганке. Сделал первый ганк Лисина. Не бесполезным, но не очень легким и не очень приятным, скажем так. Сейчас Дельфины знают, где находится Гумбек, но тем не менее это им не особо поможет, потому что стоит Тотем и... Это какая-то дезинформация была, потому что... Пузана видно. Да, Пузана видно. Дельфины должны знать, что Пузана видно, потому что Тотем нельзя поставить здесь невидимую для Дельфинов. Они ситуацию должны контролировать. Сейчас у нас Гумбек будет, наверное, возвращаться на базу. После этого попытается сыграть по Мидуайну, наверное, потому что это одна из тех линий, где можно все еще подцепить. Синдра Ариана, где Синдра запушивает, сложновато будет. И на боте продолжает Нави чувствовать себя хорошо. Уже 500 преимущества на карте есть. Шен про... А вот-вот почему у Фера сейчас пак громаднейший подходит. Фера его сейчас получит. И Шен может свой телепорт сохранить, если захочет вернуться ногами на топ. Ему, в принципе, не нужно телепортироваться, потому что он не особо что-то потеряет. Максимум там 2-3 миньона. Но очень выгодный первый бэк за Шена невероятно приятно с первого возвращения на базу покупать Пепел Бами. Это прекрасный предмет, который дает Шену все, что нужно и превращает его как раз в того чемпиона, который Феру напрягает. Он будет ее просто держать под своей мышкой. Он сейчас заставляет звенья потерять миньонов на вот этом. Но, кстати, у Блатфеникса тоже телепорт сохранен. То есть он вернулся на базу и ногами потом пришел на топ. Но все-таки для Блатфеникса этот телепорт не так важен, потому что для него неприоритетно телепортироваться на одну из линий, чтобы помочь. А вот как раз-таки звенья этот телепорт важен, потому что он может прилететь, например, на плечом к плечу, на нижнюю или на среднюю. Знаешь, меня поэтому Мальзахары смущает, потому что в большинстве ситуаций задача дельфинов будет выйти, а не заехать в Мальзахару проще инициировать, чем Брауму, например. Но Брауму проще задефать своего Люцина и уйти, когда Фиора будет дальше сплиткушить. Банжур зачищает здесь обзор, теряет свой. А, даже не зачищает. Как-то Нави очень любит играть по остроклювам вражеским. Всегда заходит вдвоем-второем, чтобы их забрать. И это единственный кемп, по которому они играют прям командные. Пока что очень сильно переигрывает в этом матче с кэш Банжура. Прям видно разницу в том, насколько... И вообще бот команды Нави, если так смотреть. Потому что с кэш подключается больше. Миракл фармит лучше. В драках оба отыгрывают лучше, чем их противники из дельфинов. Да, Питер Покер был не таким инициативным, как них в первом матче. Но это было не настолько большой проблемой, как то, что бот все-таки дельфинов совсем невыразительно. Приведущий матч провел свой. Шутки можно сколько угодно шутить, но все-таки на карту поставлено много. Этот матч сопоставим по важности с любым матчем плей-офф. Потому что в плей-офф важен только матч за чемпионство. Это самое главное. Займешь ты третье место, четвертое или второе. Команда обычно все равно. Если ты не чемпион, ты не чемпион. А вылететь из лиги... Ой-ой, Таурен! Таурен теряет сейчас очень много здоровья. Какая опасная была ешка от Таурена. Он должен был понимать, что, скорее всего, по нему развернулся на такой опасной ешке. И за это он потерял свое исцеление. И сейчас он может еще сильнее просесть, потому что здоровья у него не так много. И с Кэш и Мираклум не будут отпускать их. Ну, все-таки разница чувствуется. С Кэш с Мираклум показывали себя прекрасно даже в континентальной лиге, где у Нави были серьезнейшие проблемы стратегического рода. Но как раз лейн-фаза на боте была всегда очень четкой. Ну и на миде, кстати говоря, Ник сейчас в очередной раз Питера Покера запушивает. Правда, в этот раз это не получается сделать до конца. Мана закончилась у Ника. Синий баф сейчас ему никто не дает. Лесин еще не здесь. И уже Питер Покер может линию под контроль, под свой забрать. Мне кажется, в этой игре Лазанин делает намного меньше агрессии, нежели в прошлой, хотя он на леснике, который может как раз-таки реализовать себя намного лучше, нежели Грейс. А ему негде, мне кажется. У него на топе Форона миде Ариана. На боте Мальзахар не шестого уровня. И бот проигрывает. Это тоже верно. У противника на боте Эзрель. По кому играть, вообще непонятно. То есть, и придешь на бот сыграть, Шен сделает ульту и пиши пропалу. Так что здесь, на самом деле, мне кажется, Лазанин как раз правильно зажимается. Да, конечно, там на боте неприятное положение, но на топе Фиора чувствует себя более чем комфортно. Это самое главное. Мне кажется, даже будет комфортнее, если они все-таки смогут где-то какую-то агрессию произвести. И после этого сразу же выйти из раки, чтобы Звей не прилетел, но ничего с этого не получил. А вот как раз-таки Бот Феникс получится этого очень много. Очень сложная игра, как говорил Таурен. Это League of Legends. Это, друзья, вам не... Пиксели на пиксели. Не шутки, да. Это очень-очень сложно. Особенно, если ты играешь на минимальных настройках. Пиксели. Кстати, я никогда не понимал смысл играть на минимальных настройках. Там спеллки просто не виды. А я всегда на минимальных настройках вообще во все игры играю, потому что чем больше графики, тем меньше замечаешь, я считаю. Есть некоторые прям единичные спеллки в некоторых образах только. Пошла ульта Лазаньи. Пытаются сыграть по Нику. Ценой... О, Бонжур со скачка по Гумбеку. Ульта Шена. Эзрит почти убивает Бонжур, но первую кровь подбирают дельфины. Звей не потратил свое абсолютное умение. Но... Убийство забрали. Опять Гумбек 0-1-0. Но мне кажется, это не конец для Na'Vi, потому что в прошлой игре было 0-4-0 в какой-то момент, и в принципе Na'Vi смогли из этого вернуться. Но опять же, снова слишком агрессивная игра. Да, Лазаньи не пытался ни по кому попасть. Он воровал красный бам у противника с помощью своей ульты, и своровал. В итоге... Это важно. Это важнее. Это важнее. Это важнее. Ты можешь сколько угодно забирать убийство, но Лазаньи важно не только выиграть или проиграть матч, а показать, кто здесь хозяин. И в лесу. И кто был более сильным лесником команды Na'Vi? Потому что в прошлом году именно Лазаньи им был. Опаньки. Опаньки. Или не опаньки. Сейчас посмотрим. У покера нет абсолютного умения. Но он пока не подсоряется. Лазаньи выходит со скачка. Покер играет. Здесь Лазаньи по Нику проехались и забрали убийство. Мне кажется, даже скачок не нужен был от Лазаньи, потому что у Ника не было ни скачка, ни как раз-таки призрака, и они спокойно убивали его даже. Мне кажется, это был наглядный гайд для Таурена. Как надо правильно использовать скачок? Наоборот. Смотри, Таурен, обычно ты делаешь так. На миде ты один. Делефины пушат. И у нас повторяется то, что было в прошлой игре. Команда Na'Vi проигрывает раннюю саду игры. Гумбек себя не может найти вообще. Ни на одну из линий не пришел. Нигде особо ничего не смог сделать. И подставил даже свою команду при заходе на вражеский красный баф. Очень осторожно нужно быть за Эзриэля в таких ситуациях, когда вас оставляют один на один против Люцина. С одной стороны, ты силен. С другой стороны, Люциану выиграть ол-ин против Эзриэля в несколько раз проще, чем Эзриэля. То есть за Люциана нужно просто дать ульту, а потом Е и добить. А Эзриэля нужно от всего увернуться, всем попасть и так далее, чтобы ол-ин против Люциана потенциально хоть как-то можно было выиграть. Но, тем не менее, он, конечно, не оставляет своего ладошника один на один. И Банжура уже скоро будет его ультимейт, если не сейчас. Ну да, нельзя забирать этого Герольда Бездны. Герольд Бездны забирается, друзья, только если противник не знает, что вы его делаете. Или противник знает, но ничего не может с этим сделать. То есть ни один человек противника с достаточным уровнем здоровья не может подойти. Если вы убили четверых-троих в верхней части карты, Герольд ваш. Если противник вернулся на базу и у вас есть время, Герольд ваш. Во всех остальных случаях Герольд слишком рискованный объект. Кстати, очень печально для команды Dolphin сейчас на нижней линии, то, что у Банжура нету скачка, они просто никак не могут выиграть по скэшу, даже если бы хотели. Хотя, все-таки убить шанс скэша у них очень большой, потому что... Стоурен доиграется, на самом деле, скэш мог ультить. Вот сейчас скэш реально мог ультить, выбивать точно самонеры, точно. Но там еще и ульта и мерку, и они, в принципе, даже могли убить. На самом деле, Банжуру тоже, опять-таки, в 2 на 2. Вот реально, на боте всегда нужно понимать фактор Шена, потому что Шен есть. То есть, сыграешь по МФке, там в Изреале есть хил, у Шена есть ульт. И, ну, может быть, неудачный розыгрыш, скажем так. Вот если Блад Феникс сможет вражески красный своровать, а он не сможет. Подождал бы. Не сможет. Если бы подождал немножко Блад Феникс, он, наверное, смог бы даже Гумбека убить. Но, в итоге, не смог забрать ни красный баф, ни Гумбека подстеречь. В итоге, просто уходится. Мне кажется, такое долгое отсутствие Фиоры все-таки заметили бы на топе, и Гумбек там подстраховался бы тотемом. Камила, которая ультит, быстро тебя бурстит, может быть, и смогла бы. А Фиора, наверное, вряд ли. Но, в любом случае, Лазанья покупает себе лесной магический предмет. Уже. Лисин все еще без воителя. Это, кстати, оправдано, потому что сейчас ему очень нужен все-таки урон. Особо у него в команде... Влад Феникс увернулся прекрасно! Зарепостил все-таки теневой рывок Шена. Понимает важность использования заклинаний вовремя. Иногда просто Фиоры жадничают, потому что, ну, пускай Шен таунит, я потом его убью, сохраню репост на будущее. Но ничто не заслуживает репоста больше, чем таун Шена. Влад Феникс просто понимает, что ему не нужно убивать Шена сейчас. Ему нужно просто выстоять свою линию, выформить своих миньонов. После этого он все равно будет полезней на сплитпуше. Хотя Шен тоже на сплитпуше неплох, особенно новый, но Фиоре он не равняк, к сожалению. И на 3-4 предметах Фиора может даже под Т3 фулл-хпшного Шена просто дайвить и убивать. Слишком много отрывают кусков от даже танков. Пассивка Фиора. На бутвене все очень печально. Минус 40 у Таурена. И для Люциана, который проигрывает Изреалю, это что-то новенькое. Потому что, ну, они не должны были так сильно проигрывать ранние трейды, чтобы сейчас быть в таком парлам положении. Изреаль стоит ровно этот матчап, если Изреаль очень хороший. Я уверен, что Изреаль у Миракл очень хорош, но тогда это означает, что Таурен недостаточно хорош на Люциане. Потому что за Люциана этот матчап очень просто стоять. Там, правда, МФ-ка напрягает, мне кажется, тоже нехил. Он здесь... оп, 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 Покер потерял 60% в 50% хп. Хил-хил-хил-хил-хил. Такой, этот кэша ульт, на самом деле, неизвестно, обязательный или не очень. Особо его все равно использовать негде, потому что на нижней линии не просто впушивают и даже не пытаются убить. У Шена появляется накидка Солнечного Пламени. Извеня сейчас теряет здоровье после телепорта. Вот это уже никогда не выгодно, хотя... Ну, это Шен, и ему не особо это важно. В итоге, кстати, Лазань заходит на нижнюю линию, но это опасно. Там некомбек из кэш. Лазань может подставиться. Знаешь, Лазань заходит на нижнюю линию, Бонжур такой... О, там глаза, они заходят на нижнюю линию. Надо с мида сместиться. Как-то все действия дельфинов, они настолько рандомны, настолько... По-моему, для них, для самих, все эти действия являются сюрпризом. Ник здесь забирается с шишки свой синий баф. И Гуме говорит, not today. Да. Правда, на миде. Преимущество по фарму неплохое в пользу покера. И дельфины ведут на 600 золота, благодаря и двум убийствам, и преимущество по фарму на трех позициях из четырех. Кстати, это произошло то, что мы, в принципе, предсказывали. То, что Ник, если он не на эко, он чувствует себя не так комфортно. Так, Гумбек подставился. Отличная ульта Арианы и минус Гумбек. Продолжается игра, минус Лазанье. Бонжур, правда, без ничего и уходить уже здесь тоже не должен. Двойное убийство Синдра забирает и... Есть еще скачок у Звени. Это все не факт, что выгодно, потому что Фиора дело в том, что на топе не спит. А Ушена телепорта нет. Левашку, скорее всего, она заберет. Люцен уже дал свое абсолютное умение в пак миньонов. Неплохо изначально разыграли по Гумбеку, но не успели убить его до того момента, пока прилетит Звенье. Если бы успели, тогда, я думаю, что 100% был бы размен в пользу дельфинов. И, возможно, даже еще могли бы никого не успеть. А кто раньше башню забрал? Я вот пытаюсь сейчас понять. Раньше забрали дельфины. Я думаю, Нави. Потому что у них 500 золота, всего лишь минус от дельфинов. Ну, они отыграли чуть-чуть за счет этого, за счет убийств сейчас. Ну, такое. Ну, сложно сказать. Это не особо важно, потому что... Все равно дельфины впереди. А, Фриз, друзья. Это называется Фриз на одном миньончике. Таориену надо пофармить. 109 за 16 — это плохо. Это не уровень континентальной лиги. Не может быть ситуаций, в которых вас так... Дельфины в итоге, да, первую башню забрали. Нам сообщает наш продюсерский центр. А вот 112 крипов. Если только лесник не сделал по вам 15 ганков, а вражеский лесник... Ну, а ваш лесник сделал 15 ганков до другие линии, и они настолько же выигрывают, просто не позволить. Такого быть не должно, друзья. Кстати, интересно то, что Эмиркл решил первым предметом пойти в Мономун, не заканчивать сначала Тройственный Союз. Хотя, я думаю, он мог сделать это спокойно, потому что каплю он и так настакал бы очень быстро. Он ее очень рано купил, и, в принципе, такой ранний Мономун, мне кажется, не оправдан. Сейчас бы он мог где-то через минуты 3-4 собрать себе Тройственный Союз и быть очень сильным. Ну, он и так, и так, на самом деле, быстро его соберет, потому что фарм у него прекрасный. Мне просто намного больше нравится Тройственный Союз тем, что откат перезарядки на Изреале становится больше, и ты просто по всей карте подключаешься, ультишь и так далее. Но здесь Мираклу виднее явно. Ну и каплю тоже быстрее стакаешь. Чем больше откат перезарядки, тем быстрее стакается капля. У Изреали она и так, и так быстро стакается, потому что откаты очень маленькие. Да, Клазанья хочет по скэшу или по гумбо заехать. Что происходит? Не смогли здесь Дельфины сыграть решительно? Как и, в принципе, Нави. Вопрос, кто будет полезнее потом? Фиора Блад Феникса или Эзриэль Эмирак? Сказать сложно, потому что это стратегически разные просто чемпионы, и функции у них в игре абсолютно разные. И это, конечно, зависит от того, как команды сами игру построят. Если Нави смогут форсировать драки такие, чтобы Изреаль не умирал быстро, или вообще не умирал, в идеале вообще, конечно, не умирал. Ну, знаешь, тогда можно просто сделать параллель, кто будет полезнее, Шен или Люциан. Скорее всего, Шен, потому что Шен своих предметов выформил, у Люциана ситуация крайне плохая, и поэтому... Здесь просто... Не-не, на самом деле, понимаешь, они оба могут ничего не делать. Вот в итоге, понимаешь, окей, если у тебя Фиора сплитпушит Т3 противника, ты на Люциане просто стоишь под башней и ждешь, а потом даешь ульту, а потом все надпуш. И потом там настреливаешь по чуть-чуть, но ты даже можешь умереть и вообще в драке ничего не сделать. Но если твоя Фиора за Т2 вражеское, за твое забранное Т2 заберет у противника сторону, ты в плюсе на Люциане, хотя ты ничего не сделаешь. Приятное очень чувство, когда ты ничего не делаешь, команда выигрывает. Мне это знакомо. Фух, я не хотел об этом говорить, Андрей, но... Ты поднял эту тему, а значит, тема шуток на этот счет сегодня открыта. Здесь уже Блатфеникс, конечно, ведет себя жадно-нагло. Может быть, за это наказан, но не поймал стан от Синдры. Может попробовать выйти сейчас. Скачок есть, в принципе, может идти. Но такое... А правда Ник потратил свой скачок. Эй, Ник, зачем? Хотел ультануть, но мне кажется, даже если бы он ультанул эту Фиору, ничего бы не изменилось абсолютно. Хотя 12 уровень, Морел, Номикон и Чародейские ботинки есть. Может быть бы и хватило. Там еще с каким-то заклинанием следа долетевшим или шанса скачка сыгравший. Мне, кстати, кажется, что на Na'Vi сделали немного неправильный ход, потому что они попытались отправить свою Блатуа на верхнюю линию, пытаться забрать Т1, но из-за того, что Фиора просто 24 на 7 запушивает Шена, он не может подключиться к ним и помочь им забрать этот Т1. Лазанья. Выбивает. Выгодный размен для Лазанья. Разменял здоровье на умение противника. Прекрасно стихонно. А можно еще вебить сбойчики и, в принципе, здоровье вернуть. Да, а потом еще и миньоны смейтануть лесных. Именно так. А вот и тот самый билд, который нынче очень популярен на многих чемпионах. Правда, есть еще вероятность, что Люцен может и в Тройственный Союз пойти, но обычно все-таки это клинок Твернутого Короля и потом Черный Эсекир. Эш, Люцен, много чемпионов. Все-таки Тройственный Союз это слишком дорогой предмет, и не все его предпочитают собирать вторым. Особенно 137 за 20-25 чемпионы. Да, сейчас Таурену нужен именно урон в данный момент времени как можно дешевле, и как раз-таки Черная Секира для этого подходит лучше всего. Можно и подешевле что-нибудь найти. Длинных мечей накупить, например, на весь инвентарь. Ну, такое. Фиора уже плюс 50 тоже, а Эзриэль не будет становиться настолько дальше по сравнению с Люценом, просто потому что на карте фарма столько нет для Нави. И, мне кажется, сейчас Нави немножко проблемы начинают испытывать. Драки им форсировать особо нечем. Лесин драку начать сам не может по каким-то причинам. Или не хочет. Это вряд ли. Я думаю, очень хочет. У него есть Шен, у него есть вся поддержка от команды, но... Это все не важно. Если ты не хочешь, ты этого делать не будешь. Все летины хотят инициировать кульку. Это известный закон. Сейчас Таурен поймал стан Синдры. Но игры здесь не было никакой. Пушит на топе Эзриэль. Фиора будет пушить быстрее. Лазанья, кстати, тоже не может себя толком найти где-то на карте. Поначалу он что-то пытался сделать, и сейчас... Вот же он. Нашли Лазанья. Все хорошо. Можно продолжать игру. Тем временем Рианна откушивает на топе. Какая игра? Такие шутки. Что ты хотел? Именно так. А вот сзади тем временем собирает хваторожденную рукавицу. Будет замедлять. Хотя в рукавицах неудобно. Пить из бочки. И дракон, смотри, там у нас есть воздушный, привлекательный, отличный дракон. Для команды Толфис прям то, что нужно. Вообще, кстати, да. На самом деле. И для сплитпушера, и для оставшейся части команды это полезная штука. Ну, если честно, сейчас команда Нави играет против себя, потому что чем дольше ты играешь против Фиору, тем хуже для тебя. Смотри, смотри, смотри. Стоим собирается Фиору заганкать. Мы видели такие вещи много раз. Но там он Влад Феникс поймал. Да, в этот раз может действительно получиться. Так, Влад Феникс. Влад Феникс. Решил полисиный играть. Промазал! Гумбик промазал! И тут Лазанья уже появляется! И ничего пока не делает. Ульта мимо. Мимо, но по Гумбе играют. У Гумбы есть скачок. Ульту Шену получает. Знаешь, какие-то такие очень неловкие плей от обеих команд? Вообще... А, у Влад Феникса скачка не было. Я думаю, что он не решил по Шену доиграть? Со своим абсолютным умением. Что на топе, Нави? Что на топе? Кто отпушивать Риану собирается? Никто. Ник на миде. Вот гуляет, отпушивает. Поэтому туда выдвигается звенье. И сейчас команда Долфинс может попытаться сыграть по Т1. Осталось там здоровья очень мало. Буквально на 2 автоатаки Люцина. И нужно бы это сделать. Ну, Лазанне нечем сыграть по Синдре. А ей, соответственно, бояться тоже. Флэш таран. Флэш таран можно попробовать сделать. Хотя там можно подкинуть так к Таурену Синдру, что в итоге Таурен умрет. Кстати, вот интерес... Оп, Лазанне своровал красный баф. Скэш подставился. Получает много урона. Ник полный прокаст от Таурена словил. Минус Ник. Что-то невероятно странное сейчас сделала Синдра команды Нави. Скэш может... Что? А то у Таурена. Прекрати! Прекрати! Ну, и стоит Гумбик. Надо стрелять по нему. Можно добить. Нет. Надо идти воровать килл у своего лесника. Таурет 3-0. Сработало? Сработало! Барон с Леорой против Лесины со скачком. А почему бы и нет? Да потому что. Ну, сейчас, Мон, это рискованно опять. Да потому что? Ну, это просто... Я хочу еще раз посмотреть на это. Что мы скажем флэшу сегодня? Что-то Скэш не умрет, что ли? И вот он что, не умрет здесь? Он что? Он сейчас флэш к тебе, да? Таурен просто сделал все правильно. Он знал, что у Скэша есть скачок. Так, а сейчас с Бароном у нас происходит. Барон забран. Все хорошо. А кем? Ага. Все-таки дельфинами. Гумбек не решился играть. Или решился, у него нет скачка? Да, решился. И, видимо, вышел потом. Я думаю, он сделал через... Смотри, тотем стоит в логове Барона. Он на тотем прыгнул. Но он не мог знать тайминг, потому что внутри стоял видящий тотем. Поэтому... И, кстати, у Таурена-то 3-0-1. 3-0-1. Таурен, по Скэшу, играет в Лазанье. Скажешь, что поиграл в свою линию? Нет. Ну, как тебе сказать? 250 на 170? Неважно. Очки стиля заработаны. Это самое главное. А Лиуцен в очках, кстати. Во всех образах или только в этом? По-моему, в этом. Вот он, как раз Барон был. А, ну... Вот иди сюда. Ничего не сделаешь. Чуть не успел, на самом деле. Мне кажется, команда Na'Vi — это просто... Можно нарезочку с их флешей делать. Ой, Na'Vi и Дельфинов. Так, по Гомбеку идет, плечом к плечу. Таурен кайтит. Друзья, поддержите команду Dolphins. Им реально нужна сейчас ваша поддержка. Они... Они пока что... Как сказать? Нельзя уехать на тилд, если ты с него не приезжал, правильно ли? Как бы... Дельфины так и живут, похоже. Но игра выигрывается пока что. Как ни странно. Как ни странно. Питер Покер в этот раз намного лучше себя чувствует. Лазанья здесь. Паникус играл. Покер здесь. И скачок. Сейчас должны забирать... Можно закрыть, можно закрыть, можно закрыть. Здесь только... А, здесь четверо. Нет, нельзя. Нельзя закрыть. Я то думал, можно закрыть, но там подстраховка была. Таурен с Бонжуром на месте. Таурена, конечно, скачка еще нету, но тем не менее, открывать можно уже... Слушай, ты знаешь, я вижу, как команды реально все-таки страдают от того, что они играют на лане. Я... Не очень часто такое видно, но Таурен просто вот по нему видно, что... Ну, это же не его ошибки уровня. Ну, это ошибки совсем другого уровня. Это просто паника и... Безумие. Безумие немножко, да. Отваги тоже немножко есть в этом. Я бы сказал, очень много отваги в некоторых моментах. Я бы сказал так, совсем чуть-чуть отваги и очень много безумия. Вам кажется, Зашена в таких ситуациях, что можно сейчас Фиору убить, но не стоит обманываться. Сейчас тут Бладфеникс может и двоих попробовать закувырять, но... О, наконец-то! Гумбек попал и... И не попал. Вышел, вышел Бладфеникс. Бумба! Мимо, мимо. А тем временем МФ-ка упала. По миду идут дельфины. А у Звини лицо как будто... Ну, бывает. Бывает. Действительно бывает. Лазаня даже не... Стоп, а как умерла МФ-ка? Ее у Лазаня там подковырял. Чем? Хороший таунт от Звини. По двоим Покер тратит скачок, получает ульту Синдры. Лазаня. Взрывным бочонком оттолкнул Ника, но не особо удачно. Дельфины отступают. И это правильное, наконец-то, движение от дельфинов, потому что они забрали Т2, идти на Т3 слишком опасно. Нужно бы закупиться. Бонжур! Не смог бэкнуться с Бароном. Искупление поздновато. Че-че-че. А че это за звук был? Какой? Испугался. С Табонжурой? Как на хорроре, знаешь, последнюю секунду. Думаю, что все, сейчас спасется главный герой. Знаешь, уже все, вот он уже в люк пролазит, и тут за ногу хватает последнего и утягивает туда. И включается бензопила, да? Ну, или так, Бульба. У тебя все радикально. Так? Так. Как тут Лазаня дотянулся вообще? Особенно жирный Грагас. Пусто слишком большое. Да. Ну и бочкой потом. Попал. Тем временем, эликсир стали у Лазаньи. Чем больше Пузан, тем больше, соответственно, может зацепить. Справедливо. А, кстати, увеличивается, да, реально модель? Ну, размер модельки, которая... И спелки с интеракцией, соответственно, с моделькой. По идее, должны. Должны, но иначе зачем бы это зелье увеличивал размер? То есть, как это, знаешь, скин на размер в игре. Как говорится, размер не главное, но это зелье может вам помочь. Это было странно, простите. 7-4. Счет 8 тысяч разницы. Дельфины ведут игру. Дельфины уверенно двигаются к победе на второй карте. А это значит, что мы увидим, возможно, 4 игры в этом матче минимум. Лазаньи. Лазаньи выпил спелку, показал, что он стал больше, тем самым напугал. И он сейчас, на самом деле, очень быстро отопьется. А то, что Ник остался без абсолютного умения, это неприятно. Но при этом Синдра может, имеет право давать ульты свои по танкам, у нее есть лиан. Но, по сути, там и только один танк. Там, да. Ну, второй танк тоже, Фиора, там может танковые предметы собирать потом. Но пока что это не нужно. Но не будет, да. Тем временем падает первая Т3. На карте. На 29-30. И совсем другой Ник в этой игре. Совершенно. И чемпион другой. Я думаю, что реально нужно выкатывать на Na'Vi Эко и Касадина. И байтить эти баны. Покер, 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 покер. Таурен, Таурен, куда стреляет? Гумбек. А куда и кого хотел выкинуть Гумбек вообще? Он... Искупление на Лазанью. Ульта и мэпки пошла. Лазанья выбрасывает с Кэша. Сразу же ультит Шэн. Не успевает никак. И ингибитор падает. Падает ингиб. Миракл играет решительно. Миракл, кстати, очень не хватает клинка ему. Очень. Он бы с ним по Лазанью уже играл как положено. Блад Феникс. Надо отступать. А ульты-то нету. Ульты нет. И сейчас Лазанью с двоих может убить на самом деле. Там просто Фиора слишком сильна на этом этапе игры. Ну, непонятно, что там делал Гумбек. Если бы у него сейчас была ульта, он бы смог остановить Фиору. Теперь Лазанью сейчас будет Миракл по нему стрелять. Но все еще нет клинка. Все еще нет процентного урона. Он очень важен. Чтобы по Грагосу хорошие уроны выдавать. Здоровья все-таки у Грагоса достаточно. Есть Таби Ниндзя. Поэтому из реалии урон наносить сложно. Кстати, через 30 секунд у нас будет Барон на Шоры. В принципе, команда Dolphins должны его забирать. У них неплохой вижен во вражеском лесу есть. Они знают, если команда нами попытается к ним подойти. И пока что для них это опасно. Скеш может второй раз подставиться. Это не второй Бульбой. Это 0-3-0 МФ, которые... Или нет? Ну, она уже 0-3-0. Сейчас она может стать 0-4-0. Ульта прекрасная от Лазанни. И вот, друзья, как нужно играть даже на понерфленном Грагосе. Скеш не в ту сторону, да? Бум! Ну, а там не важно. Ой-ой-ой. По Лазанни играют. Он сразу тратит скачок. Команда, правда, здесь уже. Лазанни поспешился скачком. А у них Атаманы нету. И... Так. Выбросили Лазанню. Появляется Турен. Отменяет ульту. Три выстрела попало. Не нужно, пожалуйста. Этого достаточно. Эзрель уже с клинком. Оп! Успел Миракл. Миракл очень четко играет. Миракл пока единственный человек, наверное... На всей карте? На всей карте, которая действует, действительно, очень продуманно, очень четко и не пытается подставляться какие-то странные моменты. Додше будет Феникс, у которого, в принципе, все неплохо. Тем не менее, иногда подставляется. Ну, друзья, Миракл, мне кажется, в этом сезоне себя зарекомендовал, как ни в каком предыдущем. Он по Гумбо играет Гумбо. Взорвут сейчас, но он слишком... Хотя... А, кстати, почему он не стянулся? Может, он под ультоймль Захаров все еще стоял? А, он стоял в центре ультой арены. Идеально, поэтому не стянулся. В Латфеникс хочет еще один предмет на вампиризм. Это, наверное, будет... Танец смерти? Не, мне кажется, все-таки ртутный ятаган против Шена как раз-таки будет очень хорошим. Ртутный ятаган на Фиору... Вообще опционален. Особенно на Фиору с поступью Меркурия. Особенно на нее. Ну, то есть, очень быстро это действие заканчивается. А Танец смерти может тебе достакать КДР. Ну, это, на самом деле... Опять-таки, значение имеет небольшое. Так ты будешь за две кушки забирать, так ты все равно будешь за две кушки забирать кого угодно. Просто разные статы получаешь. Да. Сейчас Батфеникс правильно делает то, что он отошел. Он не пытается идти слишком агрессивно, потому что знает, что его команда пока что не привела ни один пак миньонов близко к вражеской базе, чтобы к нему вдруг не пришел какой-нибудь гумбек, который сможет... Лазоник контролирует, чтобы противнику нелегко было на миде супер-миньонов под бароном отпушивать. На топе трое действует на боте Фиору. Нави выглядит немножко обреченно в плане того, что если только сейчас... Зерот Портал, конечно, приятная очень новость, но не настолько приятная, как могла была бы быть. Если только непрекрасная драка, которую Нави сделают, у них шансов нет на этой игре. Но для этого нужно, чтобы гумбек выкинул, допустим, либо Ариану, либо Люциана в Синдру. Синдра их ваншотну, после этого драться 4 на 5. Двое хотят сыграть по Блатфениксу и даже заберут его сейчас. Или нет? Хотя Блатфеникс выживает! Лиандри не добьет его сейчас. А у него есть телепорт, то есть считайте, что отсутствие Фиора замечено не будет. А в нее потрачено много всего сейчас. В первую очередь время Синдры и ее ульта. Но это 100% минус Потуэйн, еще, возможно, верхняя линия. Это три стороны, друзья. Искупление Бонжур дает не очень таймингово в очередной раз. Так, скэш еле живой. И это последний ингибитор, который сейчас у Нави упадет. И, возможно, это конец уже игры для команды Нави, потому что слишком много миньонов, отпушить их нечем. Вообще, единственный, кто может это делать, это Синдра. И все очень печально для Нави. Там то ли по баньше сработало, то ли сам себе сбил. Оп, Арианна не совсем удачно ультанула. Лазанью выкидывает Гумбек. Миракл продолжает стрелять. Таурен за ним прыгает. И тут уже Дельфины должны игру заканчивать. Со скачка играет Покер. Хорошо урон наносит свой. Но, в любом случае, Дельфины эту игру закончат. Просто задавили массой миньонов под бароном и под усилением. И большая масса его знаний. Да. Да. Этого Грагаса. Что ж, победа Дельфинов. Не без проблем. Не без... Не без скачков. Не без эксцентричных плеев от стрелков и еще кого-то. Но Амираклу не очень легко. Потому что он играет четко. Он играет очень грамотно. Но, с другой стороны, скажем так, он не играет еще и оверагрессивно и нагло. Что могло бы. То есть, когда твоя команда проиграет, независимо от того, что ты сделаешь, играет правильно, надо и начинать играть неправильно и ломать систему. Знаешь, там просто очень опасно играть агрессивно. Потому что там есть Мальзахар, там есть Грагас. И против этих чемпионов тебя 100% смогут зафокусировать очень быстро. И даже здесь Реаля очень опасно давать Ешке вперед. Друзья, очень непростая серия матчей пока что для обеих команд. Счет 1-1. В этой серии становится нас. Может ждать еще 2 игры. Может ждать еще 3 игры. Если это будет полная серия. Напоминаем, что завтра турнир продвижения продолжится. И, соответственно, будет противостояние команд Рокса Эмпайр. Но уже на следующих неделях будет противостояние в континентальной лиге полуфиналы. М19 против Virtus.pro. И, соответственно, Vega против Voivix. Друзья, чтобы не пропустить все это, не забывайте подписываться на все наши источники трансляции. На Твиче, во Вконтакте и на Ютубе. Будете на связи, потому что время трансляции на все оставшиеся матчи в сезоне будет в 16.00. Соответственно, и завтра матч 16.00. И полуфиналы. Нужно следить, нужно не пропускать игры. Потому что самые сочные, самые важные матчи сезона остались. И в нижней части турнирной таблицы, и в верхней тоже. Мне кажется, Na'Vi сейчас в следующей игре нужно опять передумать то, что они придумали на эту игру. Потому что не работает Syndra для них. Было бы намного лучше, если бы они взяли того же Кассадина, который мог бы через какое-то время роумить по карте, помогать хотя бы своим линиям. Потому что Syndra снова не двигалась. Почему-то ее используют так, как, знаешь, Уэйн Буллин, который будет просто давить свою линию. После этого никуда не уходить. Почему-то. Хотя Syndra... Вторую игру подряд. У обеих команд одинаковые. Да. То есть просто игроки неправильно это делают. И мне кажется, что нужно кардинально все менять. Потому что для одной из команд, если следующая игра закончится поражением, то они могут очень сильно затильтовать. Действительно, очень интересная пока серия. Но как ты считаешь? Есть ли у нас какой-то фаворит после первых двух игр? Если честно, мне кажется, фаворита нет. Потому что пока что команда играет обе очень странно. Во многих моментах очень неправильно. И иногда, ну, плей просто, ну, неправильный в корне. И если бы... Помог бы нам на студии аналитики Анхолия вот в этой игре? Как ты считаешь? С его мощными, такими сильными словами, которые он обычно характеризует, противостояние равных по силе команд, так сказать. Я думаю, что как раз-таки его слова подходили бы для этого матча, но я не буду их озвучивать. Итак, друзья, небольшое интервью сейчас, но мы потом аналитика и передаем слово Евгении Пасека. Она уже на сцене. Миша, спасибо большое. Мы беседуем с Виктором, с мидером команды Dolphins. Как тебе вообще прошедшая игра? Я поздравляю с победой. Что вы изменили вот с первой игры? Банека. И игра стала намного легче. Ну, а так, мы, главное, старались не тилтовать после первой игры. И, соответственно, подготовили какой-то план и придерживались его. Ну, ты говорил о том, что вообще первая игра будет достаточно важной. Что в ней пошло не так? Почему вы ее проиграли? Я очень рад, что я неправильно интервью сказал. Ну, произошла череда ошибок. Мы стартанули очень хорошо. Забрали несколько киллов, инфернала забрали. Но потом произошла ошибка. Это скорее, не знаю, мисс коммуникации или что-то. Что я пошел забирать синебаф с моим топ-лейнером. У меня топ-лейнер забрал синебаф. А в это время я сделал даблкил на боте. И после этого все стало немножко не очень хорошо. А если вообще говорить о твоем противостоянии с Ником, ты говорил в интервью по поводу того, что ты несколько раз с ним встречался. Вот сейчас в турнирной игре. Насколько тебе сложно или просто против него стоять? Ну, по первой игре могу сказать, что мы оба немного, так сказать, волновались поначалу. Но сейчас уже просто у нас никто особо не давит. Мы просто стоим оба, фармим, пытаемся кидать косты друг к другу. Ну и дальше действуем согласно джанглерам. Вообще у него достаточно широкий пул чемпионов. 11 чемпионов за регулярный сплит. Вы как-то акцентируете на это внимание? Или вам абсолютно все равно, на чем он играет? Ну вот одного чемпиона, главное, двоих. И можно играть. Хорошо. Твои прогнозы на следующие игры? Кто же все-таки победит? Долфинс! Что ж, спасибо большое. Желаю вам удачи. И мы передаем слово столу аналитике, Леша. Ну, было бы очень странно, Евгений, если бы сказал бы в Петербурге, что победит команда Нави, и он верит именно в них. Они выиграют! Алексей, ты зови, как мы вообще читаем команду Долфинс с Заком? Как Скайли и Малдер просто. Так, почему? Зак сказал, надо выкатывать Фиору. Фиору. И Люцина тоже. И Люцина. Я говорю, надо Лесного Грагоса. Лесной Грагос. Игру выиграли. По-моему, нужно проверить вас на сговор с командой дельфинов, потому что тренировать вдвоем, два Зака за спиной команды Лазаньи, это слишком сильно. Это нужно нерфить. Что конкретно в этой игре у Нави пошло не так? Потому что опять Лесин, опять, в принципе, комфортный чемпион для Звени, но, однако, не было в этой игре ЭКО. И вот от ЭКО все, и, видимо, строилось в предыдущем матче. Ну, началось все с этого момента, потому что слишком агрессивный был заход, они все были не в позиции, их здесь поймали, и Бонжур неплохую ульту сдал, и все у них пошло неплохо. Во-первых, Нави Шена не реализовали до конца, потому что за 30 минут, там, за 40 иметь два ассиста на Шене, это не то, что вы хотите, имея такого мобильного чемпиона. Правильно реализовывать Шена показывали нам М19, когда Смурф там просто ромил по карте, пока Солесина Фиори там пытался свои итемы выформить. Вот это был хороший Шен. Здесь же от Звени был неудачный. Хотя и Звени нам показывал хорошего Шена против Веги-Сквадрон, где он там в Солу убивал. Но здесь, видно, подкачала коммуникация, и Шена они до конца реализовать не смогли. Гумбик на Лисине, кстати, очень неуверенно выглядит, и непонятно, почему они его вообще берут, потому что даже в старые добрые времена, еще до начала всех лиг и Старладера, и там, ESL Pro Series, Гумбик никогда не был там мейн Лисином, вообще никогда. Если Diamond Prox возьмет Лисина, это понятно. Если даже Лоза не возьмет Лисина, это будет понятно. Он всегда, Гумбик играл на Скарнерах, на джангл на Утилусах, на Сиджуане отыгрывал. Он такой больше утилительный сник, который команде своей помогает уже в дальнейшем. Кстати, интересно то, что стоило взять Лоза не инициативного чемпиона, который сам своими действиями помогает своей команде врываться, и драку начинать. Игра пошла. То есть, возможно, какие еще варианты есть, кроме Грагаса, у Лоза не, если, допустим, Грагаса будут банить Na'Vi, или, допустим, они его заберут себе? Джарван. Легендарный Джарван. Он на Утилусах работает, кстати. И вот не надо вот тут ухмыляться, потому что даже против Веги, когда они играли плей-офф, он на Джарване одну или там две игры... Игра изменилась немножко. Игра изменилась. И вообще, кстати, теперь кому будет проще в плане психологии? Дельфинам или Na'Vi? Потому что Дельфины вроде бы вернулись в игру, в матч, однако Na'Vi первую игру смогли вырвать. И кому будет в этом матче, в третьем матче, будет играть комфортнее? Я думаю, у Na'Vi с психологией уже никаких проблем нет, потому что они проигрывали подряд там четыре недели все свои игры. То есть еще одно поражение по ним никак не ударит. Сейчас будет забанено Фиора. Ребята, все, мы поняли силу вашей команды. Ну, банов всего пять, поэтому... Но опять же, Фиора была 0-1-0. Она сплитпушила, напрягала, но тут... Она выключила звенья, абсолютно. То есть он с линии не мог уходить. Как только он давал плечом к ключу, там тут же... Одна вышечка ушла, вторая вышечка ушла и так далее. Именно о том, насколько тяжело играть с точки зрения психологии, нам рассказали Питер Покер и Миракл в следующем интервью. Na'Vi отыграли этот сезон крайне неудачно. То есть их, так сказать, психологическое состояние может быть подорвано сейчас. Да, у нас оно, конечно, тоже не на высоте из-за финалов, но, тем не менее, психологический фактор может повлиять на эту игру, но он может как повлиять, так и отрицательно для Na'Vi, так и отрицательно для нас. Прежде всего, мы будем побеждать за счет нашей коммуникации, наших коллов и, возможно, каких-то индивидуальных действий от отдельного игрока. Ну, принцип победы всегда обычно один и тот же. Кто лучше исполнит заготовку, кто-то выигрывает. Я считаю, что главная слабость дельфинов – это то, что большинство их игроков – это те игроки, которые очень долго играют и очень мало выигрывают. Это очень сложно с такими игроками, если они не какие-то особенные, не выдающиеся. Очень сложно с такими игроками достичь очень хороших результатов. То, что они в Лиге Претендентов, значит, то, что они не играют на достаточном уровне, чтобы смогли попасть в предыдущий сплит в команду Континентальной Лиги. Единственное, что у нас общее с дельфинами не то, что плохо, это то, что оба состава новые и оба состава так себе сыграны. Поэтому это, наверное, будет ключевой фактор победы. Вот такое мнение у Миракла, что игроки команды Dolphins перегорели, и давно у них порох весь иссяк. Зак, ты тоже играешь очень давно и тоже, возможно, к этому поколению игроков относишься. Ты прав? Вернее, прав ли Миракл, по-твоему? Говорят, что уже ничего им не выиграть и не добиться. На Виамте? Нет, до Дельфинам. Но, как мы видим, что нет, они сейчас вполне хорошо играть. Иград в финал я не думаю, что по ним сильно ударил, потому что там только призовой фонд, ты ничего больше не выигрываешь. А здесь же слот в континентальную лигу, который не только стоит дорого, но и играть в нем также будет в летнем сезоне приятный, который будет самый ключевой и самый важный. Поэтому я уверен, что Дельфины готовы побеждать. Ну и вспомните опыт Димонки, который год потратил на то, чтобы быть тренером, теперь снова вернулся в позицию игрока и попал в плей-офф. То есть никогда не поздно, то есть не перегоришь. Третья карта теперь это не Бо-5, а Бо-3. Осталось всего три игры, поэтому команды готовы биться до последнего. Небольшая пауза, и мы вернемся. Это Na'Vi и Dolphins. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА